Всем привет! Воскресенье, 27 ноября 2022 года. Температура на острове Уайт плюс 15, но дождливо и уже, вы видите, так вот мрачновато. Листья все с деревьев практически опали. Но сегодня у меня будет для вас видеонарезка разных маленьких видеосюжетов. И не все у нас на экране будет так мрачно. Поэтому, друзья, сегодня я хочу вам рассказать несколько историй об англичанах. Ну, я думаю, что именно англичане так как раз и интересуют моих подписчиков. И их жизнь тоже хотелось бы узнать получше. Так вот, именно об этом сегодня у меня и будет речь в моем видеосюжете. Итак, усаживайтесь поудобнее, как обычно, и мы начинаем. Опять я сегодня попала с целой группой туристов. Туристы, как вы видите, в основном мужчины у нас опять. Вот они восхищаются, восторгаются этой красивой природой. Устрова Уайт. Видно, что они откуда-то смотрели, как к нам приехали. Вот, там впереди заняли все места с хорошим обзором. Ну, и я решила вам немножко показать. Вы знаете, вот, наверное, тоже привыкли те, кто живет в России. В основном у нас, если кто-то куда-то едет, если какие-то вот такие вот туристы-путешественники, то чаще всего, конечно, женщины бывают, преобладают. А здесь, вот, обратите внимание, они зашли на остановки предыдущие. Их тут, по-моему, зашло сразу человек 10 из какого-то паба. И они, вот, мужчины свободные. Я так полагаю, что им, наверное, где-то 50+, может быть, больше. Хотя, вот опять, знаете, тут, когда я показываю тех мужчин, с которыми я встречаюсь, и говорю, что у них возраст практически около 60, но даже я не хочу более старших встречаться с более старшими. Ну, и как-то женщины сразу говорят, что, ой, да им там за 75 всем, что так плохо выглядят. Ну, я не знаю, понимаете, по идее можно посмотреть в зеркало и на себя, и представить себе, как бы, например, вы выглядели рядом с этим мужчиной. Да, в Англии всё-таки много мужчин одиноких, разведённых, неженатых никогда. Намного, конечно же, больше, чем в России. И у меня одна знакомая, которая здесь тоже живёт больше 20 лет, в Англии. Она всё время говорит, боже мой, сколько я вижу одиноких мужчин, особенно вот после 50, после 60 лет. И чаще всего именно они ищут себе пару более активно, чем женщины. Вот это вот странно, потому что женщины как-то уже после 60 лет не очень торопятся обзаводиться второй половинкой. А вот если кто-то хочет поподробнее узнать, почему именно так происходит, то вам моё видео всплывает в верхнем углу. Пожалуйста, посмотрите, кто ещё не видел подробно об одиноких английских мужчинах. Англичане очень любят животных. Наверное, те, кто смотрит мои видео давно, уже заметили, что где бы я ни гуляла, обязательно мы увидим собак или кошек на моих видео. Но особенно, конечно, собак. Собаки у англичан в приоритете. Ну и коты, конечно. И ещё, вы знаете, я показывала вам ферму, в которой содержатся ослики брошенные. В траве Уайт есть такая специальная ферма для старых брошенных животных, осликов. И привозят их даже с материка сюда к нам. Они там доживают спокойно, в уюте и в комфорте. Бездомных животных, собак или кошек здесь в Англии нет. По крайней мере, я, например, не знаю и никогда не встречала. Если собака или кошечка потерялась вдруг, то обязательно через несколько дней её кто-то найдёт, увидит и приведёт в специальные такие питомники, где потом волонтёры ухаживают за этими брошенными или потерявшимися животными. И им обычно быстро находят нового хозяина. Ну а ещё, может быть, тоже кто-то смог увидеть и заметить, что здесь пропускают с собаками в любой паб, в любое кафе, в магазин, в ресторан. Без проблем написано, что владельцы собак welcome со своим питомцем. Редко-редко бывает, что собаку нельзя с собой провести в паб или в кафе. Ручные лебеди, вот, к примеру, у меня здесь есть мои знакомые на пруду, лебеди, гуси, не боятся подходить к человеку и брать пищу из рук, чайки, конечно же, голуби. Всех этих птиц и животных именно англичане вот так вот приучили. Никто никогда не обижает птиц на пруду, но вот если бывают такие вот из ряда выходящие случаи, что что-то случается с лебедем или даже с гусём или с уточкой, то привлекают полицию для расследования, обязательно находят и наказывают виновных. Ну, есть одна такая интересная история о рыжей белке. Вот я нашла, опять же, в автобусе вам и показываю. Такую надпись написано This is my home. Рыжая белочка говорит. И дальше Look out for the red squirrel. Внимательно наблюдайте за красными белками. Так вот, именно красные белки у англичан, опять же, в приоритете считается, что красная белка – это именно английская белка. Видите, this is my home написано. Рыжая красная белочка. А вот серые белки, которые были завезены сюда, в Англию, я уж не знаю откуда, то ли из Америки, то ли из Австралии, Эти серые белки, они здесь развелись в огромном количестве. Ну, потому что и климат прекрасный, и еды полно. И вот они стали выживать этих красных белочек, домашних английских. И англичане, вы знаете, они так вступились на защиту этих красных белочек, своих рыжих. Потому что рыжие белочки, они мельче, чем серые. Серые более наглые, более крупные. И тут просто, знаете, началась такая борьба. И уж я не знаю, что предприняли конкретно англичане, чтобы спасти свою рыжую белочку. Но вот я сейчас замечаю, что серых белок практически не осталось, только красные. То есть, опять, вы знаете, вот это вот именно вот такая вот английская. Здесь проявилась натура. Английские люди не любят пришлых. Ну, и, конечно же, английский рождественский феномен я хочу вам рассказать. Уже, наверное, знают все, кто живёт в Англии, что целый месяц все магазины украшены к Рождеству. Это началось ещё, наверное, с октября. Да, ну, по-нашему, так, по-моему, очень-очень рано. Всё-таки целых три месяца, октябрь, ноябрь, конец декабря, за три месяца украшают уже все большие супермаркеты вот такими вот новогодними декорациями. Ну, и вы знаете, казалось бы, ладно, что в супермаркетах так всё украшено, потому что люди начинают покупать это всё заранее. Но меня удивило то, что с некоторых пор я стала замечать также, что уже в ноябре у нас, у людей в домах тоже, я смотрю, стоят ёлки. В ноябре месяце, то есть за два месяца до Рождества. И странно, что это уже ни в одном, ни в двух каких-то квартирах я вижу. А вот вечером гуляю и вижу всё больше и больше в окнах уже горят огоньки, украшенные ёлочки. По крайней мере, даже каких-то 10 лет назад я такого здесь в Англии не замечала. Единственное, что я знаю, что, как мне рассказывал мой британский муж, считается плохим тоном, если люди до 6 января, по-моему, или до 6 или до 7 января не убрали все свои ёлки в домах, всю декорацию, вот эту всю мишуру нужно обязательно убрать не позднее 6 января. С чем это связано, уж я не знаю, но обычно придерживались этому правилу англичане. У нас, конечно, получается всё совершенно по-другому. У нас, я имею в виду Россию. Так вот, насколько я помню, некоторые даже умудряются ёлку наряжать 31 декабря, то есть просто уже вот-вот в канун Нового года. Но зато потом у нас ёлка стоит весь январь, потому что в январе и Рождество 7 января, и 14 января Старый Новый год, и, конечно же, 19 января Крещение. Ну и до конца января обычно ёлочки стоят в домах в России. А здесь, вот видите, совершенно наоборот. За два месяца устанавливают ёлки, и потом их быстро убирают. Я не знаю, может быть, я отстала от жизни, может быть, сейчас и в России тоже так рано. Украшают свои дома, чтобы как-то праздник этот более продлить, потому что Новый год, я знаю, он для всех любимым праздником является, как для детей, так и для взрослых тоже. Все мы любим сказку. А я вот сегодня, 27 ноября 22 года, это воскресенье у нас, я приехала специально, чтобы вам показать, насколько здесь много красивого в Бизи-Би, в моём любимом магазине, и что здесь у нас очень много людей сейчас. Англичане на Рождество любят огонёчки, любят разные хлопушки, любят вот такие вот подсветки на окна и лампы, и вот такие деревья, посмотрите. То есть очень-очень любят они все эти прибамбасы со светом. Что касается меня, я обычно вам показывала всегда, как я украшаю свою квартиру к Новому году, к Рождеству, ёлочку свою украшаю, мне это очень-очень тоже нравилось. Но вы знаете, сейчас я ещё пока даже и не начинала, и, наверное, украшать в этом году, если и буду, то много-много позже. Расскажу вам потом, потому что у меня в этом году совершенно другие планы на Рождество. Но я думаю, что мы об этом с вами ещё поговорим, друзья, в моих следующих видео. А на сегодня для вас у меня всё. Пожалуйста, берегите себя в это сложное время. Всем желаю я мира и добра. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok